Всем привет! С вами уникальный Ваня, а вы у меня на канале. Сегодня возвращается давно забытая рубрика «Холостяк готовит». А теперь секундочку внимания. На самом деле, конечно же, это никакая не секундочка, а как минимум минуточка внимания. Но на самом деле и не минуточка, а может быть две минуточки внимания. Дело все в том, что у меня рассеянный сколероз, и готовить еду для меня в последнее время стало непросто. Когда я начинал свой блог, у меня довольно регулярно выходили видео по кулинарной теме. А потом почему-то перестали, и некоторые подписчики запереживали. Они думают, а что такое? Почему нет? И я вам скажу одну вещь. Дело все в том, что после последнего курса химиотерапии от рассеянного сколероза под названием «Акреус» у меня сильно заболели ноги от спастики. Мне просто тяжело было стоять за плитой. Я упирался на столешницу просто вот так вот руками. А уж бегать от ингредиента до ингредиента для меня вообще особый трэш был. Но сейчас, когда я, благодаря своим физическим активностям, благодаря тому, что я сделал правильный выбор отказа от системы, от того, что я вышел из этой игры, я вновь могу это сделать. И я буду готовить сегодня то, что я обещал уже давным-давно на самом деле. Кабачковые лепешки. ЗОЖ. Это идеально. ЗОЖники. Хлопаем. Потому что их можно использовать вместо хлеба. Вот, кстати, вы заметили, что у меня на канале нет ни одного видео о том, как приготовить суп? А все потому, что супы я действительно не готовлю. Вот есть у меня то, что я не делаю. Вот кто-то не готовит салаты, кто-то выпечку. Вот я скорее за выпечку топлю, но супы... Вот просто никак вот вообще. Так что, на сегодня у нас кабачковые лепешки. Я напоминаю, будет очень интересно. Так что, приятного просмотра. Кулинарной теме быть на моем канале. И что вам могу сказать. Сегодня я решил приготовить такое вот интересное блюдо под названием кабачковые лепешки. Кабачковые лепешки, как мы понимаем, готовятся вот из этого. Наступает сезон кабачков. И у каждого, я думаю, у кого есть сдача, обязательно будет вот это вот. У всех у нас уже наросли кабачки. У каждого найдется десяток лишних, которые мы с удовольствием передадим кому-нибудь другому. Но у этих найдутся свои десять кабачков, которые они с удовольствием тоже передадут нам. Что делать? Куда извести лишние кабачки? Вот как идея использовать их вместо хлеба. Кто заморачивается диетой, кто заморачивается питанием. Для них это будет особенно актуально. Так что сегодня кабачки. Я вам расскажу, как я готовлю, что я делаю с этими кабачками. И что я использую, собственно, для того, чтобы это блюдо сделать максимально вкусным. Ну что, приступаем. А теперь поговорим о том, что нам понадобится. Итак, я использую сыр. Для того, чтобы было вкуснее. Я использую чайную ложку соли, чайную ложку разрыхлителя. И, конечно же, чайную ложку сахара. Можно тростниковый, можно обычный белый. Но я вот решил тростниковый. Чтобы вы поняли, что из тростникового тоже можно сделать это блюдо. Сметана. Сметану где-нибудь столовую ложку добавить в тесто. И мука. Еще нам понадобится пару яиц вот таких вот. Сырых яиц. И чуть не забыл. Нам понадобится зелень. Укроп. Натираю кабачок. Итак, пока кабачок молодой, нужно его натирать целиком. Вот смотрите, соль. Я его высыпаю. И начинаю размешивать. Нужно, чтобы кабачок с солью дал сок. Натираем сыр. Я натираю сыр на крупной терке. Сейчас нарезаем укроп. Я продолжаю перемешивать этот вот кабачок. Беру маленькие комочки. Выжимаю. Как тряпку. Вот так вот. И кладу сюда. Продолжаем. Кладу. Вон сколько сока. Теперь разрыхлитель и сахар. Туда же зелень, туда же сыр. Берем столовую ложку сметаны. Вот так вот с горкой. И вот сюда. Остатки сметаны уже выгребу. Все, что остались. Тут было немного. Все. Сначала я перемешиваю вот эту всю массу. Потом отдельно добавляю муки. Бьем яйца с корлупу в тарелку. Все увидели? Отлично. Размешиваю. И когда я довел это все до однородной массы, я просто беру и добавляю полстакана муки. Я насыпаю на глаз. Насыпал, перемешал. Насыпал, тщательно перемешал. Вот когда получится такая вот консистенция, это говорит о том, что муки достаточно и можно идти жарить. А теперь я ставлю сковородку, разогреваю на максимальном огне, а вот жарить буду не на максимальном. Беру вот такое вот масло растительное. Наливаю. Все. Ну, примерно пару столовых ложек. Ну, мы смотрим, чтобы растеклось по всей сковородке. Растеклось, значит, все нормально. Ставим. Вот она, моя масса. У вас, надеюсь, такая же масса. Вот теперь я беру немного, буквально вот столовую ложку, об краешек. Вот так вот. Легче, когда лепешки маленькие, как оладьи. Тогда их легче перевернуть. Добавляю огонь до шестерки. Берем. Кладем. На такой температуре огня, то есть чуть выше среднего, должно шариться 2-3 минуты. Потом переворачиваем. Переворачиваем. Готовим пару минут под крышкой. Ну, вот что у меня получилось. Я добавил сюда сметаны. Как можно есть эти оладьи? Можно размокать сметану, а можно использовать их для бутербродов. Просто. Я беру сыр, сало. Сначала сало кладу вот так вот. Потом сыр кладу вот так вот. И получается бутерброд. Идеальный бутерброд. Это идеальный бутерброд. Вот такая вот партия оладьев. Мы можем эти оладьи спрятать на весь день и есть их в течение дня. Они не потеряют свои вкусовые качества. Кроме того, кабачки хранятся до ноября. Так что теперь мы знаем все с вами, как быть с лишними кабачками. Вот куда их использовать. Вот такой вот идеальный, можно сказать, завтрак. Он уже может быть и обед, и ужин. Потому что это гораздо полезнее хлеба зожники. Ликуем. С вами был Уникальный Ваня. Вы были у меня на канале. Если вам понравилось видео, поддержите канал лайком и подпиской. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok